Как найти свое предназначение? Этот вопрос будоражит огромное количество людей, проводится бесчисленное количество семинаров, тренингов, коучи рассказывают, как найти свое предназначение, где астрологи и прочие мракобесы рисуют карты и показывают за вас ваше предназначение. Сегодня я хочу рассказать о том, как работает астрология, как работают предсказания, кто эти люди, которые к ним ходят, и о том, как же на самом деле найти свое предназначение. Меня зовут Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта и психотерапии. Поехали! Итак, прежде всего нужно понимать, что с покон веков люди тревожились. Люди очень сильно переживали по неопределенности, и когда они попадали в ситуацию, когда они не знали, что делать, они шли к гадалкам, к ясновидящим с просьбой прояснить будущее. Правда математическая заключается в том, что если мы возьмем тысячу человек и дадим им мел, и скажем, что вам поможет это от вашей болезни или от вашей проблемы, вы удивитесь, но в 30% случаев им действительно станет легче. Это же получается, в 30% случаев, какой бы ахинеи вы не занимались, людям поможет. Представляете, как это стрёмно? И именно на этом основаны марафоны желаний. Это обычная математическая закономерность. Вы берете 10 тысяч человек, вы несете полную ахинею, но 30% это действительно помогает на уровне совпадения, на уровне плацебо, на уровне просто банальной математической корреляции. Эти 30% потом вычленяются как кейсы, и эти 30% приводят еще 10 тысяч. И из них еще 30 помогает. И получается там 30, там 30, и эти приводят еще 20 тысяч. Вот так эта пирамида развода и работает. Это обычная математика. И люди у нас в стране не супер одаренным интеллектом по этому поводу, поэтому они обожают разводиться на такие схемы. Что касается предназначения. Рисуют карты, рисуют какие-то схемы и так далее, и тому подобное. Я вам скажу очень просто. У человека не заложено никакого предназначения. У человека есть его склонности, его черты, его таланты. И на мой взгляд, главная задача человека – это самореализоваться. И когда человек самореализован, он будет счастливым. А чтобы самореализоваться, надо делать то, к чему у вас есть склонности. То, к чему у вас есть генетические таланты. То, к чему у вас есть таланты, которые тренировались в детстве. анатомические склонности и психофизиологические склонности. Но большинство людей боятся пробовать, боятся искать то, к чему у них склонности, и идут просто туда, куда родители послали, идут просто туда, куда правильно, идут просто туда, куда хорошо. Чтобы вы были счастливы, чтобы вы нашли свое предназначение, вы должны просто быть самореализованной личностью, Которое занимается тем делом, которым у него есть склонности, и оно еще приносит ему деньги и моральное удовлетворение. А чтобы это найти, надо пробовать. Надо пробовать, 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 пробовать и пробовать. И только потом вы поймете, что на самом деле вот к этому у вас есть действительно склонность, у вас это хорошо получается, и тогда вы начнете самореализоваться. Настроите свою голову на самореализацию. Нет ничего более ужасней, но, к сожалению, это часто встречается, когда люди занимаются чем-то во имя просто технического исполнения бюджета, во имя просто закрытия ипотеки или потребительского кредита. Люди терпят семейную жизнь, потому что это правильно. Люди ходят в школу, отводят детей, потому что это правильно. Беременеют, потому что это правильно. Когда люди так закручивают свою жизнь, они обречены на вечные страдания. Счастье – это самореализация, которая дает вам финансовый успех, финансовый достаток. Не счастье в деньгах, но деньги способны дать вам самореализацию, потому что с помощью денег вы будете заниматься тем, к чему у вас есть склонности и таланты. Поэтому здесь придется вам понять, что без денег вряд ли вам получится самореализоваться, если вы живете в крупных мегаполисах. Да, действительно, вы можете быть самореализованным в деревне, и это абсолютная правда. Вы можете быть самореализованным в вашем небольшом городе. Вы можете быть самореализованным, просто занимаясь вязанием варежек, делая деткам варежки, зарабатывая какую-то небольшую денежку, но вам её будет хватать, потому что вы будете самореализованы. Но если вы живёте в больших мегаполисах, если у вас большие невротические амбиции, ваша самореализация потребует от вас максимальной отдачи. Но такой отдача, чтобы вы не выгорали, этим занимается психотерапия. И, кстати, 25 числа у меня будет большой семинар, на который я вас всех приглашаю, он бесплатный в Москве, и я буду об этом очень много говорить. Посмотрите на моем сайте приглашения, я жду вас. Поэтому не нужно себя обманывать. И последнее. Не разводитесь на попытку, чтобы вам сказали про будущее. Все эти фразы – это манипуляции из серии «Кому-то поможет, а кому-то нет». Это просто математика и эффект плацебо. Но поймите, что ваше счастье – это самореализация и выполнение того, к чему у вас есть таланты. А чтобы найти таланты, надо пробовать. А чтобы пробовать, надо перестать хотеть всем нравиться, надо перестать бояться совершать ошибку, надо перестать пытаться всем угождать и не бояться менять и начинать все сначала. И если вы соблюдете эти несколько тезисов, вы начнете вставать на путь самореализации и будете таким, каким вы всегда хотели. Ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта и психотерапии, канал Невроза Мегаполиса. До встречи. Жду вас 25 июня на мой большой бесплатный московский семинар. Как очный, так и онлайн. Увидимся.